Так, ну что ж, ну что ж, я подкажу уже к Скайлайн Волли. Вижу впереди вот такие вот кольца, интересные в небе. Вот она, это Скайлайн Волли. Здесь она между вот этими двумя названиями. Вот так вот она выглядит, достаточно большой кусок. И вот отсюда уже начинается, я так понимаю, новый регион. Так, осталось понять, как тут спуститься. По старинке будем прыгать с камня на камень. Ну что, поздравляю, мы открыли Скайлайн Волли. Наконец-то. Полноценно. Здесь уже цвета меняются. Здесь все выглядит вот так. Вот так вот это все дело выглядит. Ёлки вдалеке растут. И здесь какая-то, блядь, то ли летающая тарелка, то ли здание огромное. По классике спускаемся самым ебанутым способом. Погодная станция-то у нас. Ага. Вот, и внизу текстуры дерутся за лидерство. Так, там... О, вертиберт. Вот так вот тут все выглядит. Прикольно. Здоровая охотина, здоровая. А долины еще здоровее. О, окей. Молния. Я предлагаю туда зайти, посмотреть, что там. Какой-то Black Powder Pistol. Не знаю, был ли он в оригинальной игре или нет. Выглядит он вот так. И стреляет он. Стреляет он прикольно, да, надо сказать. Интересная штука. Вот здесь вот еще какие-то конструкции есть. Вот здесь. Вдруг здесь есть враги. Пока что врагами не пахнет. И лутом, кстати, тоже. Мало всего. Так, сейчас узнаем, можем ли мы в это вообще зайти. Есть какая-то кнопка. Ага. Мы хоть соснули. Войти, скорее всего, можно. Но пока непонятно, какое условие должно для этого быть. Потому что я вижу тут какие-то сканеры рук. Какие-то кнопки. То есть, по идее, что-то это должно открывать. Я не знаю вообще, есть ли тут в плейтесте рабочие квесты. Или просто тут можно послоняться. Здесь вот прям так и написано в вики. Что сюжетные квесты будут добавлены на общий тестовый сервер. Во втором новлении в мае 24-го года. Это, скорее всего, действительно квестовая балда. Которая по квесту открывается. Стопудово за счет ее размера. А там что-то такое нехиленькое. Плюс новая зона, надо понимать. Там будет какой-нибудь пиздатый данж. Может быть, тут что-то есть. Непонятно, что это. Какой-то мусор, который упал. Здесь какие-то роботы разломанные валяются. Короче, грузовик с роботами перевернулся. Boston Dynamics. Да, не получит новую партию. И, кстати, все краснее и краснее становится. Это что, выброс, что ли? Сейчас начнется. Здесь еще роботы. Еще роботы. Что-то начинается. Да, они хотят поебаться. Кстати, после моей смерти, если выбрать зону спауна вот здесь, где мы пытались дверь открыть, появляется вот такой интересный выбор. Ну и да, черт возьми, после того, как я сдох, способ сейчас попасть внутрь, это сдохнуть и выбрать появиться внутри этой метеостанции. Так, вот так вот тут все выглядит. Да, здесь угодья, наверное, не маленькие. Хорошо, пойдем в тот коридор сходим. Вот, вот такое вот тут местечко интересное. Круглый зал. Здесь у нас какие-то штуки-дрюки. Я думаю, что здесь безопасно растут котик. Опа. Еще одна. Ну да, это точно какая-то метеостанция. Почему, правда, льется вода, я не понимаю. Мы что, под каким-то озером? Да сверху не было никакого озера. Вот, и первый чувак. Угу. Гуль, что ли? Да, Гуль. Ну-ка, детка, расскажи мне. Короче, никакого квеста она мне не выдала. Я с ней просто попиздил. И на этом как бы и все. Так, здесь у нас какие-то, да, ботанические исследования. Какие-то маки растут. Цветы всякие. То есть, что-то они помимо метеостанции тут проворачивают. Вот так вот это все дело выглядит снизу. Конечно, какой-то ставчик. Есть, просто на видео не все буду выкладывать. Окей. И как бы все. То есть, мы внутри находимся. Но, опять же, я не знаю, основная ли это станция. Попадаем ли мы именно сюда из дверей, в которые мы пытались вначале открыть. Или же нет. Ну и, кстати, вышли мы вот из этой двери. Она ведет к вот этой главной двери, которая у нас так и не открылась вначале. И здесь вот. Я не пойму, что это. Какой-то баг. Или еще что-то. Окей, ладно. А, ну вот он. Это, кажется, мы где? В крыше, что ли, в самой кругу? Ну, похоже на то, да. Просто говорю. Квальти контрол. Вот. Вот. Это вот уже интересно. Какая-то гигантская локация. Собственно говоря, тут тестируют роботов, я понял. Ну, какое-то все громоздкое. Выглядит как батл-арена для босса. Вот с этой стороны похоже на ворота, из которых должно что-то большое выходить. Оно открывается, и, наверное, там какой-то робот сидит. Но мы пока не можем их никак открыть. А знаете, что самое интересное? Мы не можем теперь вернуться назад. Нужен, короче, ключик для открытия. Которого у нас нету. Вот так вот. Как мы будем выбираться из этой ситуации? Да просто открываем карту и тэпаемся. Кстати, застали ночь в этом месте. А вот ночь смотрится здесь очень классно. Вот это вот красное огромное очко в небе. Звездная длань простирается. И снова эти пацаны. Они, наверное, меня тут ждали полдня. Они ровно на те же места, где я и сдох. Ну, давай, еще раз. О, слышали? Слышите? Он там что-то шепчет. Так, вот такой примерно лут у них. Туда, если хотите, можете сами сгонять. Посмотреть, что там, а я пойду туда. Тут что-то происходит. Ну, окей, ладно, плейтест. Как бы можно все на плейтесте. Ну, здесь вот был огромный блик, но он пропал. Окей. Мы куда попали-то? Это что, очень странные дела, что ли? Мне кажется, он сейчас как-то гибанет этой шуховой палкой по мне. Я буду плакать. Там какая-то мразь ходит. Фиральчик одинокий. Вот, кстати, эти лосты, это новые, чуваки. Их не было. Я предлагаю рассмотреть их вблизи. Потому что я вики открыл. Там написано, лосты, они все новые. Ну, кстати, эти чуваки очень богаты на всякие гранатки и патроны. Их не смысл валить. А просто... Что-то подзабыл. В оригинальной локации, по-моему, так много не насыпали. Но и аккаунт этот потом с плейтеста не перенесется в основу. То есть все, что сейчас происходит, да, это происходит конкретно тут. А попробуем зайти, если оно, конечно, входное. Да, можно войти. Dark Hollow Manor. Судя по названию, должно быть что-то в стиле резика. Блядь, это прям один в один резик. Да, да, да. Я прям как чувствовал. Слушай, вы западных коллег по геймдеву, надо сказать, очень хорошо с фантазией. Если Монор, то в стиле резика. Вообще, по-моему, конструкция один в один. Просто в резике вот эти лестницы подальше были. Прикольно они взрываются, мне нравится. Ну да, вот они, эфиралы, короче, как они выглядят. Это одетые в комбинезоны убежища гули. О, отлично, отлично, идем. Что же здесь? Я чувствую, тут надо шотган доставать. Устраивать Doom 3. Какая-то подземочка. Предлагаю свет включить. Так по графонистике просто выглядит. Опа. Закрыто. А что открываться собирается? Вот эта стена, что ли? То ли он пингует, то ли он не работает. Так, мы вышли оттуда, куда зашли. И мы сейчас снова в Моноре в этом. Но пока что и все. То есть я больше не вижу каких-то входов. Продолжаем Монор исследовать. Движемся тогда вдоль. Может быть тут еще какие-то есть порота, лазейки, погреба какие-то. Куда можно пролезть. Потому что... А, вот. Нормально, нормально. Ну пока ничего, пока ничего нету. Короче, весь Монор мы обошли. По кругу. Вернулись к центральному входу. И я ничего не увидел. Может быть я, конечно, долбоюб. И еще раз бегу внутрь, посмотрю. И тогда скажу, есть там что-то или нет. И живой появился фиральчик. Мальчик-фиральчик. Ну это на сей раз не взорвался, а просто в кучу мяса превратился. И оно булькает недовольно. Опа. И вот этой, кстати, тварей тоже не было. Ну вы поняли, да? Походу зоны только со второго раза срабатывают. Ну может быть сейчас нам и откроет? Нет, нахрена не откроет. Так, ну все. Душа моя спокойна. Реально ничего нового не загрузилось в плане дверей, да? Ничего не открылось. Поэтому можем идти дальше. Итак, ну а теперь следующая информация. Если мы хотим продолжения, в таком случае заходите к нам в Дискорд в Галдятину. Там будет раздел новости сообщества. Тыкайте на него и увидите закрепленный опрос. Если хотите продолжения, жмете да. Если не хотите, жмете нет. Договор простой.